1 796 человек и 19 единиц техники задействовано на строительстве детского клинического центра имени Леонида Михайловича Рошаля, областной больницы, которую возводят в Красногорске. Здание площадью 114 тысяч квадратных метров рассчитано на 420 коек и 300 посещений в смену. Устройство фасадов завершено на 95%, внутренних инженерных систем на 98%. Застройщик приступил к пусконаладочным работам. Активно идет чистовая отделка. На сегодняшний день стадия готовности составляет 85%. От строительства объекта завершены в полном объеме работы по наружным сетям. Выполняются в активной фазе работы по благоустройству. В твердых покрытиях они полностью завершены. Приступили к завозу поставки мебели и технологического оборудования. В общем, плановый год июнь, месяц этого года. Строители планируют сдать объект вовремя, ведь работы идут по графику. Готовятся к открытию и сами медики. По словам главного врача центра Татьяна Шиповаленко, персонал укомплектован уже на 87%. Глава округа высоко оценил такую подготовку. Помимо осмотра здания больницы и прилегающей территории, он также ознакомился с ходом реконструкции участка улиц Народного ополчения напротив медучреждения. От речной до гаражей в сторону московского района Митина. Протяженность двухполосной подъездной дороги около 400 метров. Работа здесь выполнена на 50%. Планируем как раз за счет больших практических решений где-то к 10 апреля запустить по временной схеме. В дальнейшем дорога будет более прямолинейной, что в принципе тоже правильно. Но и в перспективе также к лету мы здесь закончим абсолютно все мероприятия. И по созданию дополнительных парковочных мест, и по пешеходным, и по остановочному пункту, и по тротуарной сети, и по парковочному пространству, чтобы это было одно единое целое. Для удобства посетителей и пациентов детской областной больницы предусмотрено обустройство трех парковочных зон общей площадью порядка 7 тысяч квадратных метров, почти на 200 машин и мест. Завершить работы планируется к лету.